Всем привет! Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить двум продуктам от фирмы СУН-37 из линейки Гарден Блоссом и рассказать о них чуть более подробно. Эти средства вошли в топ 5 моих фаворитов за август и я с удовольствием хотела бы рассказать вам более детально про те продукты, которые настолько произвели впечатление на меня. Поэтому, если вам интересно, что же я думаю насчет этих средств, обязательно оставайтесь со мной и обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Итак, что же такое линейка Гарден Блоссом? Начнем с того, что мое знакомство с брендом СУ-37 началось с линейки Тайм Энерджи. У меня есть на канале отдельное видео, в котором я рассказываю очень подробно про эту серию. И линейка Тайм Энерджи довольно плотная, скажем так. То есть это те средства, которые очень хорошо работают, они выполняют все, что заявляют, но при этом сама текстура продуктов, она довольно такая вязкая, очень насыщенная, как запах, так и сама текстура. Поэтому у меня о линейке СУ-37 стало складываться определенное мнение, скажем так, что эта линейка подходит, наверное, в большинстве своем для кожи нормальной, склонной к сухости, для сухой кожи и для возрастной кожи. Далее я пробовала какие-то мини-версии других линеек, которые тоже склоняли меня все-таки в пользу того, что эта серия наверняка понравится возрастной коже, коже, например, тусклой, которая потеряла вот это вот сияние живое. Но при этом все-таки она не жирная, она не может иметь каких-то проблем, потому что такая текстура плотноватая, она все-таки может, наверное, подзабить поры жирной кожи. Поэтому меня также спрашивали, почему же я не пробую, например, линейку Waterful, которая является довольно базовой. И я решила, что мне, наверное, пора все-таки начать с каких-то более легких серий. И я стала выбирать между определенными продуктами, потом девушки начали спрашивать, что я думаю по поводу этой серии. И так я решила, собственно говоря, познакомиться вот с этой линейкой Garden Blossom. Она, не могу сказать, что очень распространенная, очень популярная, но, в принципе, довольно большое количество отзывов я нашла на просторах интернета, когда стала искать и решила все-таки, что да, она мне нужна, эта серия. Для кого подойдет эта линейка? Эта линейка в целом, если обобщать, очень хорошо подойдет для кожи, которая нуждается в увлажнении, для молодой кожи, для кожи, которая просто нуждается в базовом каком-то уходе, у которой нет каких-то особенных проблем, таких как акне, пигментация или что-то подобное. То есть просто кожа нуждается в хорошем, качественном базовом увлажнении. При этом, если это еще будет какой-то такой декоративно-косметический эффект в плане, допустим, легкого такого сияния изнутри, это никто не будет препятствовать этому. Поэтому вот, на мой взгляд, вот потенциальный покупатель для вот этой линейки выглядит именно таким образом. И в мою коллекцию, скажем так, попали два продукта. Это скин и эмульсия. Давайте я начну, наверное, со скина. Во-первых, упаковка, как обычно, отличается своей такой вот уникальностью, уникальной такой футуристичной формой. Для тех, кто не знает, Сум-37 делают ферментированные продукты. Основа вообще во всех средствах, которые у них есть в линейках, это ферментированные различные экстракты. Каждая линейка основывается на каком-то определенном экстракте, но в любом случае это всегда процесс ферментирования. Что такое процесс ферментации, я здесь уже глубоко останавливаться на этом не буду. Если нужно рассказать об этом еще раз, дайте, пожалуйста, мне знать. Итак, конкретно серия Garden Blossom основана на ферментированном экстракте цветка гибискуса. Гибискус уникален тем и ценен в косметологии за счет того, что в составе у него большое количество природных аминокислот. И таких кислот, как гликолевая, яблочная, винная кислота. То есть это компонент в косметике, который позволяет вашу кожу отшелушивать, позволяет обновлять ее. За счет этого кожа приобретает более ровный, более здоровый, более яркий цвет лица. То есть вот как-то так это примерно выглядит. То есть изначально линейка заявлена для тех, у кого есть все эти вышеперечисленные проблемы. Тузкий цвет лица, неровный цвет лица, если есть проблемы в недоувлажненности, то есть если коже требуется качественное увлажнение, то вот, пожалуйста, вам такая вот базовая увлажняющая линейка. Что касается еще этих продуктов, то здесь в составе есть также молочная кислота. Я на самом деле большой фанат молочной кислоты. Я считаю, что это одна из самых удачных вообще кислот, которые существуют в принципе по уходу, потому что это очень деликатный вид отшелушивания. Если у вас кожа сухая, то вы просто стопроцентный пациент для молочной кислоты. Но даже если она у вас не сухая, вы можете в принципе использовать эту кислоту как один из самых щадящих вариантов отшелушивания. И собственно говоря, тонер, что же он представляет собой? Упаковка у них вот так выглядит, она пластиковая, из плотного пластика выглядит. Здесь 155 миллилитров и как обычно любят корейцы, даже в люксовых продуктах, здесь просто дырка. То есть здесь нет никакого дозатора, продукт выливается вот так вот, то есть на руку там или на ватный диск. Я практически все тонеры, скин это то же самое, что тонер, то есть то, что наносится на голую кожу после умывания, я всегда использую руками, потому что мне жалко средства, особенно если речь идет о каком-то люксовом продукте. Мне жалко всегда продукта, который остается на ватном диске лишний, поэтому я люблю использовать это именно руками наносить. Аромат очень похож на все продукты от Сум-37, он какой-то травяной, немножко с цитрусом, очень натуральный, то есть есть ощущение абсолютно натурального средства, то есть что вы держите что-то такое прям вот действительно качественное по компонентам. Если считать состав, если считать компоненты, которые есть в составе, то там их более 80, то есть очень-очень длинный список различных экстрактов, различных масел, конкретно здесь масел нет, но есть в эмульсе, то есть очень длинный список, но там нет ничего такого, что может раздражать кожу, то есть спирт, минеральное масло и так далее. В косметике Сум-37 пока я не встречала ни одного средства с использованием, например, спирта, поэтому мне они очень сильно импонируют за счет этого. Что касается самого скина, то постараюсь показать, это просто водичка, то есть это что-то очень-очень жидкое, что сейчас просто стекает у меня по руке, прям водичка, которая довольно быстро впитывается, если вы ее распределяете по коже, она мгновенно впитывается, никакого ощущения липкости на лице нет, никакого ощущения присутствия чего-то нет на лице, то есть вы нанесли, водичка за 5, допустим, секунд она впиталась и все, то есть у вас есть ощущение, что кожа чистая, для очень многих это принципиально, потому что мне говорят некоторые девочки, что, например, я не хочу тонер ощущать на лице, потому что тонер у очень многих в голове сидит как очередной процесс очищения, и когда у тебя после тонера есть ощущение уже какого-то ухода, то у многих получается просто какой-то разрыв шаблона, и из-за этого девочки не могут пользоваться увлажняющими тонерами, потому что хочется вот прям, да, чистить лицо. Здесь нет ощущения того, что у вас какой-то продукт сидит на коже, но есть ощущение увлажненной кожи, вот это на самом деле очень ценно, в том числе для обладательницы жирной кожи. Что хочу сказать по поводу этого продукта? Этот скин очень красиво подсвечивает кожу. Я не могу сказать, что это самый увлажняющий тонер из тех, что я пробовала, то есть я все-таки предпочитаю для, например, метода семитоников более какие-то увлажняющие текстуры, которые более вязкие, что ли, то есть более гелевые, как, например, Клеерс или Пьюнфан Юль, но здесь другая у него особенность, он вот именно своей такой легкостью подкупает, потому что иногда хочется вот именно чего-то такого невесомого ощущать на лице, и мне нравится, что после него кожа действительно очень здоровой и здорово выглядит, то есть вот вы нанесли, и кожа просто становится красивой. Я поэтому говорю, если у вас нет каких-то особенных проблем, если вы просто хотите, чтобы ваша кожа была красивая, то вот этот продукт подчеркнет вашу уже имеющуюся красоту, ну и сделает ее немножко лучше. Мне понравился этот тонер, мне понравилось, как он себя ведет на коже, никаких абсолютно высыпаний, ничего-то подобного не случилось после использования этого продукта, и я с удовольствием буду его использовать далее. На самом деле уже половины его нет, потому что я очень активно и с большой любовью его использую. А второе средство – это эмульсия. Здесь это называется лоушен. На самом деле очень многие путают лоушен и лосьон и тонер, потому что почему-то, потому что очень многим в головах сидит вот такая вот аналогия, что лосьон и тонер – это одно и то же. На самом деле в корейской косметике практически везде лоушен – это все-таки эмульсия. Эмульсия – это жидкий крем, то есть в принципе вы в большинстве случаев можете заменить крем на эмульсию, потому что не всегда эмульсия недостаточно увлажняет. На самом деле это большой миф, и если вы просто правильно подберете для себя эмульсию, если она будет достаточно питательная, увлажняющая, там еще какая-то для вашей кожи, то вы просто можете обойтись без крема. Здесь на самом деле подкупают в эмульсе всегда объем, потому что здесь 135 мл, такая же абсолютно туба, тоже плотный пластик, все выглядит на самом деле очень красиво. У них мне очень нравится вот этот логотип на крышке Усум 37. Ну вообще для меня, конечно, это просто услада для моего глаза, потому что я люблю все такое красивое, когда это стоит и действительно радует себя каждое утро. К ним тянется рука. Вот у меня к этим продуктам сразу потянулась рука, я когда их купила, когда я их открыла, понюхала, нанесла, я просто закрыла все, что было, и убрала это, и достала эти баночки, потому что, ну, это какая-то магия для меня на самом деле, то есть это не самые дорогие средства, да, это не были какие-то мои вожделенные покупки. Я попробовала их просто потому, что меня заставили, на самом деле просто было очень много запросов, но я не ожидала, что они вызовут у меня такие положительные впечатления. Итак, насчет эмульсии. Здесь тоже дырка в крышке, в смысле в самой банке, но она больше, чем стандартная дырочка в обычных эмульсиях, потому что часто бывают вот такие вот комплейны, да, проблемы с тем, что сложно выдавливать, вытаскивать эту эмульсию из упаковки, потому что дырка маленькая, тебе приходится вот так вот трясти-трясти, здесь на самом деле такой проблемы нет. Она довольно жидкая для того, чтобы легко выскальзывать из этой большой дырки. Она выглядит вот так, это такой жидкий белый крем, она довольно легко, видите, вот стекает, то есть она в принципе представляет собой вот именно такой легчайший, жидкий эмульсионный продукт, который очень быстро впитывается. Вот вы ее наносите на лицо, то ее вот этого количества хватит на самом деле на лицо, шею и декольте, потому что она вот распределяется и мгновенно увлажняет вашу кожу. Она действительно дает качественное увлажнение, при этом вы ощущаете легкость. Вот я все лето хотела, чтобы, потому что я потестирую много продуктов, часто это какие-то плотные средства, тем более я стала пробовать много люкса, и вот это, как всегда, у меня проблемы, потому что люксовые продукты, антивозрастные средства, они довольно плотные, они довольно тяжелые, они расширяют поры, и, короче говоря, я всегда хотела найти какое-то базовое легкое увлажнение для себя, и вот в лице этой эмульсии я его нашла. Ощущение легкости, ощущение классного увлажнения, но при этом нет перегруженности, нет чувства, что у вас задыхается кожа, в общем, все очень круто, аромат такой же, как и у тонера, то есть, в принципе, они похожи по запаху. Для меня это полноценный крем, то есть, увлажнения хватает на 100%. Для любого типа кожи, мне кажется, что это средство может быть самостоятельным даже в зимнее время. Она не питательная, она именно увлажняющая, но у нее есть какое-то обволакивающее свойство, которое, в принципе, заставляет вас быть уверенным в том, что, по крайней мере, для дневного ухода вот этого достаточно. Идеально садиться под макияж, нет никакого ощущения стянутости в течение дня, не хочется увлажнить лицо. Я забыла про мисты. То есть, сейчас я не пользуюсь мистами. Конечно, еще тканевые маски, которые я сейчас очень регулярно делаю, это все сделало свое дело, и в конечном варианте кожа стала менее обезвоженной, но еще и благодаря вот этому продукту у меня действительно отпала необходимость в использовании в течение дня мистов. Я очень рада. Я не знаю, видно на камере или нет, но кожа очень красиво светится. Вот мне стали еще больше делать комплименты в течение дня, что моя кожа начинает светиться. Я говорила о том, что я не использую макияж в течение дня. Сейчас я только подкрашу его брови и иногда наношу консилер. Сейчас для видео, естественно, консилер у меня есть, потому что у меня очень сильные темные круги под глазами, но на коже нет ничего. То есть, вот то сияние, которое сейчас есть, не знаю, видно это на камере или нет, но поверьте, оно есть в жизни. Это выглядит не жирно, это выглядит не too much, это выглядит очень красиво, естественно, и, знаете, как-то, не знаю, приятно что ли глазу. Поэтому, да, это действительно мой фаворит на сегодняшний момент. Конечно, есть какие-то другие средства, которые и такие же по функционалу, и лучше, и так далее, но я хочу обратить ваше внимание вот на эти два продукта. Я очень надеюсь, что кому-то они так же понравятся, как и мне, потому что я, конечно, сейчас в большом восторге, и искренне рекомендую многим из вас протестировать эти два средства. Обязательно расскажите мне, как они вам. Надеюсь, что они вам подойдут, потому что, правда, я считаю их довольно универсальными на сегодняшний момент. И из линейки Сум-37 с чего бы начать? Базовый уход. Конечно, если у вас не очень возрастная кожа, если у вас нет действительно проблемы прямо вот и нужды в антивозрастном уходе, тогда вот эта линейка довольно базовая, с которой можно начать свое знакомство совершенно легко. Если вам понравилось это видео, дайте, пожалуйста, мне об этом знать, ставьте свои лайки и комментарии, это очень приятно и, конечно же, мотивирует на дальнейшую работу. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы оставляете свои комментарии, это очень важно для меня. Мне нравится вот этот диалог с вами постоянный, поэтому увидимся в новом видео. До скорых встреч. Пока-пока.